Поднимает глаза вверх, а там вместо 16 депутатов 8 пакетов с пластиковыми бутылками. Они лишними точно не будут. Вероятно, эта фраза просто снимающая с себя ответственность. Справедливо? Нет, я считаю. Откуда в Александрии такая фиговая вода в кранах? Привет, это я, Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую, выражая свое мнение по поводу того, что мне понравилось или не понравилось. На этой неделе это кировоградские медики, мишень для коронавируса. Мэр Александрии проиграл очередной суд. Рынки на Кировоградщине открылись и закрылись. В Сетловодске депутатам скучно на сессиях. Начну с трагического. 30 апреля умер Виктор Николаевич Желтобрюх, почетный гражданин Кропивницкого, фундатор машиностроения в городе и области. Умер в результате заболевания коронавирусом. COVID-19 повлиял на сопутствующие болезни и в результате их и не стало. Виктор Николаевич, земля пухом. Уход из жизни такого человека – это сигнал о том, что особо никто не защищен от коронавируса. Поэтому меры предосторожности, защита прежде всего. Особенно это касается людей пожилого возраста. И еще одна группа риска на Кировоградщине – это медики. Треть от всех заболевших – медработники. Особенное внимание Кировоградская облгосадминистрация обратила на частную больницу Святого Луки, то есть Ацинус. Там заразилось 118 врачей и пациентов. Главврачу рекомендовали провести расследование и прекратить госпитализацию пациентов. О чем это говорит? Первое – об ответственности. О том, что, как я и говорил раньше, у нас ни больницы не готовы к коронавирусу. Ни Александрийская, ни Кропивницкая, никакая. Больше я вам скажу, у нас в стране не готовы к коронавирусу, и даже в мире. Потому что пандемия не идет на убыль, потому что с таким коронавирусом встретились впервые, потому что лекарств и вакцины до сих пор нет, потому что средств защиты в больницах не хватает, потому что самих врачей не хватает, потому что состояние больницы еще то, потому что власть по 20 лет не готовилась ни к чему и забивала на медицину. Ну и крик буквально в сети от Людмилы Шубиной о том, что коронавирусные показатели Кировоградщина – это прямой результат недостаточного тестирования. Некоторые умирают в больнице, как она пишет, а результаты анализов других приходят потом. А есть случаи, где люди умирают дома вообще без помощи. Вот она спрашивает, кто недорабатывает во власти. Это знают даже дети. Поэтому будьте ответственны, друзья, за себя. И честь и хвала тем врачам, которые на передовой лечат, несмотря на огромный риск, на отсутствие денег, на отсутствие достаточной защиты. Но тем не менее, медики на Кировоградщине провели предупредительную акцию с сиренами. На странице экстренной медицинской помощи в Фейсбуке прочитал требование «Отстаиваем свое право на достойную оплату труда». И тут я покритикую врачей. Меня поражает эта метафоричность и полное отсутствие конкретики. Это уже стихи какие-то. Медики, ну хоть немного конкретики. Сколько это достойная оплата труда? 5 тысяч гривен? 10? 20? 30? И не обижайтесь, просто вы ничего не добьетесь, если будете неточны и неконкретны. Например, мы требуем повышения зарплат вдвое или на 50%. И уже хоть как-то понятно и уровень ваших зарплат сейчас, и что конкретно вы требуете. А то достойная оплата труда для разных людей разная. Кто-то считает, что из-за еду работать это достойно в принципе. Кстати, об оплате медикам. У меня нет информации, что кто-то из врачей не получил 300% добавку к зарплате, как этого обещала центральная власть. Но нет информации, что получили они. По этому поводу уже выступил премьер-министр. По его словам, если кто-то не получил 300% от зарплаты, то это все по вине глав облгосадминистрации, глав врачей. Мол, те начинают кому-то не платить, кому-то меньше, там больше начислять и так далее. Все деньги без выключения, которые были обещаны в размере 300%, были перерахованы на места. Начали манипулировать о выплате за, прораховывать какие-то там погодинные или еще какие-то. Это недопустимые вещи. Я наголошу, что все без выключения выплаты должны действовать в полном обсязе. И по словам же Степанова, он уже разослал на места письмо, чтобы все, так сказать, отчитались, что медики деньги получили. И какая-то странная ситуация с рынками. То сначала закрыть рынки, то потом открыть рынки, потом снова закрыть рынки, потом снова открыть рынки. Но не все. Попробую разобраться. Итак, рынки закрыты, супермаркеты работают. Справедливо? Нет, я считаю. Большая часть народа у нас работает на рынках, в торговле, а не на производстве, к сожалению. И, соответственно, с этой торговлей живет. Поэтому автоматически для народа работающий рынок равен все равно, что деньги в кармане. С другой стороны, я захожу в супермаркет, бесплатно получаю доступ к санитайзеру, одноразовым перчаткам и могу купить защитную маску за 10-15 гривен. Могу ли я сделать это на рынке? Насколько я знаю, нет. У каждого продавца санитайзеры для покупателей и себя, и одноразовые рукавички. А защитные экраны? Думаю, нет. Коронавирус такая штука, что влияет и изменяет привычный уклад жизни, должен изменить и подход к гигиене на рынках. Вот, например, как передает Центрально-Украинское информационное агентство CBN в Крапивницком рынок Черемушки. Его открыли, посмотрели, что продавцы, в принципе, чихать хотели на санитарные нормы и закрыли его. Потому что, действительно, такой рынок не рынок, а рассадник коронавируса. Но не суть. Суть в другом. Продавцы требуют справедливости. Особенно на фоне с велюром, эпицентром, самолетом Мрия и Зеленским. Если одним можно, почему другим нельзя? Дошло до того, что в Александрии даже трассу решили перекрыть. Приехал пока еще мэр Александрии Степан Цапюк. Обе стороны поговорили на повышенных тонах. Продавцы спрашивали и требовали справедливости. Например, что, мол, рынки постоянно проверяют по нормам, а супермаркеты работают. И о том спрашивали, когда же заработают эти рынки. И тут в таком разговоре Степан Цапюк говорит, вот когда я буду президентом, и тут я все понял об амбициях этого человека. Или наоборот, что может означать эта фраза, вот когда я буду президентом? То есть никогда, или это по Фрейду, неосознанно вырвалось желание пока еще мэра стать президентом. Вероятно, эта фраза просто снимающая с себя ответственность. Мол, вот когда я стану президентом, то будете задавать мне такие вопросы. А вот сейчас, мол, не надо мне задавать такие вопросы. Кто я в сравнении с президентом? Так? Человек маленький. Вообще сейчас трудно быть мэром, потому что есть мэр соседних с Кирово-Рачиной Черкасы. И он конкретно говорит, черкасы чинитимуть опер. Я думаю, что вы будете садить за кнопкодавство, я думаю, что вы будете садить своих соратников за вилюр. И вы знаете, мы готовы отвечать. Но только после ваших однопартийцев. Могут ли сказать так мэры городов Кирово-Рачины? Вряд ли мэры Кирово-Рачины люди осторожные. Они сначала посмотрят со стороны на конфликт центральной и местной власти, а потом будут решать. Кстати, пока еще мэр Александрии в городе есть чем заняться. Например, выяснить, откуда в Александрии такая фиговая вода в кранах. На фото Илоны Пославской виден цвет воды в районе Победы на улице Мира. Я так понимаю, это же водоканал обеспечивает доставку воды, которая стоит 40 гривен за кубометр. И недавно делал реконструкцию за довольно крупную сумму. Так где, извиняюсь, спросить качество? Вообще, надо отметить, что пока еще мэр Александрии Степан Цепюк умеет создавать информационные поводы для новостей, блогов, программ. Есть что комментировать, слава богу, и по поводу чего выражать свою точку зрения. Например, в соцсети Facebook читаем, что Цепюк проиграл очередной суд. На прошлой неделе у горсовета, возглавляемого Цепюком, выиграл Делиев. А теперь вот Кияшко выиграл в суде у Цепюка. Суть там в чем? В прямом эфире с тогда еще кандидатом Александром Поворознюком Кияшко выразил свое мнение по поводу того, что в Александрии есть так называемые входные билеты для бизнесменов и инвесторов. Это не понравилось пока еще мэру, и он подал в суд с требованием признать эту информацию недостоверной. Ну и плюс решил, что эта информация порочит его честь и деловую репутацию. Ну, честно говоря, по-моему, входные билеты в бизнес, либо в каком городе, таки порочат репутацию. Ну, конечно, у кого она есть. Но есть суд, и он решил, что в удовлетворении обращения Цепюку отказать. То есть Кияшко выиграл со своим мнением, что в Александрии таки есть входные билеты в бизнес. Интересно, в этом случае судебные издержки заплатят пока еще мэр, или, как обычно, александрийцы будут платить за проигранные суды горсоветам? Но в Александрии хоть пока еще мэр есть. А вот в Светловодске там мэра вообще отстранили от работы. Теперь номинально руководит городом секретарь Юрий Сапянов. Ну, как руководит? Пытается руководить. Так вот, на этой неделе он собрал внеочередную сессию горсовета на свежем воздухе. Это новый тренд собираться на улице во время карантина. Пришло 16 депутатов. Для кворума нужно было еще двое депутатов. А суть вопроса на такой сессии отношений горсовета и Светловодск быта. Там дела уже три года идут по реорганизации. Из одного предприятия решили сделать два. И одновременно горсовет должен выйти из числа основателей предприятия. Но одновременно надо заплатить почти 4 миллиона гривен. Это часть установки капитала. В общем, вот этот весь вопрос и ответ на него начинает на сессии читать Юрий Сапянов. Поднимает глаза вверх, а там вместо 16 депутатов на Полянке уже осталось пятеро. Депутаты не хотят выступить, нет никаких пропозиций. Тогда депутат Сапянов присутник, депутат Малицкий присутник, депутат Степора присутник, депутат Молчанов присутник, депутат Степанец присутник. Те, кто хотел слышать, видеть, те остались. Ну, не стать Сапянову стендап-комиком. Что не понравилось светловодским депутатам? Может быть, то, что нужно возвращать 4 миллиона или само выступление секретаря? Или погода не понравилась? В общем, зритель ушел. А вместе с ним и надежды на решение коммунального вопроса. И спасибо тем, кто смотрит погляд, лайкает, комментирует и сообщает информацию, которая важна для них и важна, чтобы о ней говорили. Так, например, на Кировограчене скандал на рыбной теме. На фейсбук страницы Степана Журбы появилась информация о том, что две недели назад в районе села Терновка на речке Синюха полиция задержала браконьеров, которые вроде как из фирмы Аквафармик Кропивницкий. Они в запрещенное время, потому что нерест, с помощью электроудочек и сетей ловили рыбу. По-крупному причем. Журба пишет, что полиция изъяла две электроудочки, 50 сетей, 4 лодки и, мало того, оружие. Ну, то есть, ребята основательно решили побраконьерить, половить рыбку. Курлык, курлык. Но Журба жалуется далее на другое, цитирую. До этого времени Кировоградский рыбоохранный патруль во главе с ИО начальником Нейтбайлом делает вид, что ничего не произошло и утаивает чрезвычайное происшествие от граждан и госрыб агентства Украины. Но тут у меня просьба обращения Кировоградской облгосадминистрации. Вот вам работенка. Разберитесь, так сказать, что там с Нейтбайлом. Потому что, я так понимаю, в фейсбук пользователи как бы намекают, что дело хотят просто спустить на тормозах. Но я же надеюсь, доблестная Кировоградская облгосадминистрация на страже справедливости и не допустит такого. Украину спасают волонтеры и меценаты. В Александрии он целый одноименный футбольный клуб помогает местным жителям. Раздал за свои деньги 5000 социальной помощи. А вот на ресурсе доступ и видел, что в Кропивницком есть человек, который решил потратить свои деньги на защитные экраны для кропивницких врачей. Зовут его Александр Кузьмин. И на 3D принтере он эти маски, экраны изготовляет. После дружки маску, конечно, надо зашлифовать, проверить, чтобы нигде не было зазубрено, нигде ничего не чеклялось. Ну, тут, вроде бы, все хорошо. Ну, слава богу, пластик уже подготовил заранее. Он просто вставляется. Значит, на свои деньги, то на деньги, которые ему пожертвовали, себестоимость экрана такая 20 гривен. С начала апреля сделал уже 150 штук. Так что, если есть возможность, закажите у Александра экраны и разошлите по опорным больницам в Кировоградской области. Они лишними точно не будут. И помните, я вам рассказывал про новый перспективный туристический маршрут Ингулом на Байдарка. Еще подсказывал облгосадминистрации, что ей можно было бы этот такой путь развивать в туристическом направлении. Так вот, инициаторы создания такого маршрута, братья Савранские, просто поражают свою активность. Они просто сели в Байдарку и проплыли по реке в Кропивницком и собрали мусор на этой реке. 8 пакетов с пластиковыми бутылками. Красавцы молодцы. Кстати, и вы красавцы молодцы, если не будете разбрасывать мусор, где попало, и сортировать его, перед тем, как выкинуть. А облгосадминистрации, вот вам еще идея от Савранских. Туристический экологический маршрут. Берем Байдарки и устраиваем туристические соревнования на Байдарках. Где за большее количество собранного мусора, так сказать, можно выиграть что-нибудь ценное. Например, на какую-то бытовую технику. И на этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще пока что, кроме ситуации с готовностью к коронавирусу в области. Пока. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще.